Жертва Через смерть Иисуса Христа нет одна жизнь вечная. Жертва Иисуса Христа я спасён от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелён, нет сомнения. Дровью Иисуса Христа я обыд от греха. Через смерть Иисуса Христа нет одна жизнь вечная. Благослови душа моя, Господа, о Господа. Ты взял внутри нас моя святое имя и Бог. Благослови душа моя, Господа, о Господа. Благослови душа моя, Господа, о Господа. Ранами Иисуса Христа я исцелён, нет сомнения. Кроме Иисуса Христа я обыд от греха. Благослови душа моя, Господа, о Господа. Ты взял внутри нас моя святое имя и Бог. Благослови душа моя, Господа, о Господа. Благослови душа моя, Господа, о Господа. Благослови душа моя, Господа, о Господа. Кномер болative небес. Я верю в долговскую жертву, кровь святую твою Жизнь вечную, в то, что имя мое Записано на небеса Если веришь, пой Я верю в долговскую жертву, кровь святую твою Жизнь вечную, в то, что имя мое Записано на небеса Я верю в Толговскую жертву, в Твою святую, в жизнь вечную, В то, что имя мое записано на небеса. Я верю, я верю в Толговскую жертву, в Твою святую, в жизнь вечную, В то, что имя мое записано на небеса. Я верю в голдовскую жертву, кровь святую твою, Жизнь вечную, в том, что имя мое записано на небесах. На небесах, 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 на небесах. В последнее время как-то размышляю над этим словом. И сегодня тоже в Березовске об этом проповедовал, в Березовском надо, да? Потому что Березовский Е. Не Березовск, а Березовский. Это то же самое, что Кемер. И Господь как-то показывает, знаете, свое сердце, свое отношение к нам. И во всем Писании мы читаем об этом. И вообще книга Библия, это такая книга, она, знаете, все ответы есть на все вопросы. Абсолютно. И очень часто, обращаясь к Писанию, да, я очень часто получал ответы на свои вопросы. Я помню, молился я, когда служил в реабилитационном центре в Ленево. И помню, молился, говорю, Господи, дай мне мудрости, знаете, служить этим ребятам. Так получилось, что мы вначале вдвоем служили, но вдвоем проще. И он потом уехал, мой друг, уехал, и я один остался такой, знаете, как бы бах, один. Я просто понимаю учеников, состояние учеников, когда Иисус все воскрес, и они такие, опа, что делать? Что делать-то будем? Братья, что делать? Их там хоть двенадцать было, да, то есть, а я один. Думаю, Господи, что делать? Дай мне мудрости. А там еще, знаете, в реабилитационном центре, там же разные ребята, там же по несколько ходок, там и полосатые режимы всякие разные. Там и, ну, то есть, такие серьезные ребятки, знаете, которые жизнь повидали. И я помню, Господи, дай мне мудрости, дай мне мудрости, дай мне мудрости. И мне потом Господь говорит, вот здесь мудрость. И я помню, знаете, такое бах, мне такое откровение. Оказывается, в Библии мудрость. Читай Библию, и ты увидишь ответы на свои вопросы. Я помню, все, я притчи начал читать, и Господь начал показывать какие-то ситуации. Раз, там одна ситуация, читаешь, хоп, другая ситуация. И, знаете, и очень много каких-то ответов в Слове Божьем. Отношение к людям, отношение к своей жене, мы читаем. Отношение к своим детям есть. В притчах, да, там, во многом, во многих местах Писания. Отношение к пастору есть. Отношение к начальству есть. К президенту есть. Ко всему. Аминь. Ко всему есть ответы. На все есть ответы. Господь, он просто, он мудрый, и он дал нам это Слово Свое Божье, да. Также Господь через сердце говорит нам в отношениях. Мы слышим голос его. Мы слышим голос его через служителей своих. Через разные ситуации Господь нам говорит. И знаете, и я начал такое, ну, небольшое послание, да, когда вот мы выкладываем, да, пастор, ну, каждый пастор делится словом, да. И я уже говорил немножко об этом. Ну, знаете, меня зацепило вообще отношение Бога, отношение Иисуса к нам. Меня зацепило изначально, я помню, как, ну, я смотрел на себя, думаю, как можно вообще меня, ну, вот так вот относиться ко мне, что-то доверить как можно. Как можно что-то вообще там со мной, ну, иметь что-то общее, да. Как можно вообще, то есть со мной, ну, какие-то общие, какие-то дела там, планы там строить, еще что-то, доверять мне служение людей там, детей, семью там, еще что-то. И думаю, как мне можно? Но я вижу, знаете, через Слово Божье, как Господь, Он говорит, Он показывает. И потом я в жизни это все вижу, отношение ко мне, отношение ко мне, как Бог относится ко мне, как Он относится. И знаете, и Его отношение к нам, знаете, мы как люди, мы, ну, как бы нам свойственно предавать, нам свойственно, ну, бросать, кидать. Там, я не знаю, в семье, допустим, там, нам свойственно, ну, смотрим, да, семьи рассыпаются, разваливаются, там, муж, пока там жена 90-60-90, любит ее. Только жена там, ну, произошло что-то, там, раз жена там 60-90-60, ну, такое, все. Или там, знаете, там, друзья там, друг друга бросают, кидают. Это человеческие отношения, и мы видим, как, как даже верующие, будучи верующие люди, отношение к церкви, к своей, отношение к Господу. Просто-напросто, знаете, бросить, уйти, предать, оставить нам кому-то легко, кому-то потяжелее, там, кто как воспитывался, знаете, вот именно от нас. С нашей стороны. Я помню, в молодости мы воспитывались, ну, я был в таком кругу, да, у нас братья, мы тоже братьями друг друга называли. Там, братство, да, сейчас, мы так братство не называли, мы братва называли. Мы такие, знаете, у нас тоже были какие-то такие, вот тут, какие-то такие, ну, как бы постулаты, что ли, то есть, вот в отношениях друг с другом, там, братан, там, да я за тебя, братан, там, жизнь свою отдам. Да я, там, за тебя, братишка, там, все, 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 там, за тобой пойду до конца, там, да, там, все, пацаны, там, вот эта вот тема, знаете. И мы воспитывались, и я помню, настолько как-то буквально все это воспринимал, думаю, ну, реально. Я еще, ну, тогда верующий был, то есть, я верил в это, что вот у нас такие отношения, знаете, там, что мы друг за друга, там. И потом там разные ситуации происходили, там, происходили ситуации, когда я на этом шел, двигался, я там за своих друзей, там, готов жизнь был положить, да. Но потом смотрел те друзья, за кого я жизнь готов был положить, и были моменты, когда я чуть не положил свою жизнь, да. Мы смотрим, как, ну, я смотрю, то есть, как через некоторое время, там, какая-то ситуация, и человек просто, ну, подставляет, кидает. Мы неверные, мы неверные люди. И в Писании написано, знаете, отношение Бога вообще ко всему, знаете, вот какое его отношение к семейной жизни? Это стопроцентное посвящение. Это стопроцентное посвящение. Какое его отношение к служению? Это посвящение стопроцентное. Аминь. Какое его отношение к вере, как мы иногда, знаете, наша вера, мы относимся к Богу. Для нас вера – это что-то вот, прийти в воскресенье и уйти. Как я в Тапках говорил, это клуб, клуб воскресного, воскресного христианства. Но Иисус, Он говорит нам о посвящении. То есть, посвящение. Иисус говорит, да, там, мы сейчас почитаем, Он говорит о дружбе. Это посвящение. Это стопроцентное посвящение. Это отдать себя. И знаете, и написано, так, 15 глава Иоанна в 16 стихе. Не вы меня избрали. Драгоценно, если бы мы, ну, мы бы все бы избрали Иисуса как друга. Аминь. То есть, мне бы хотелось иметь такого друга, как Иисус. Верный. Такого друга, как Иисус. Чудеса творящий. Такого друга, как Иисус. Ну, в принципе, многие ученики, многие последователи, кто ходили за Иисусом, они где-то Его так и видели, они Его избрали. То есть, они Его избрали для себя. То есть, это выгодная личность такая, с которой можно ходить, можно двигаться там, да. И как бы, ну, не надо ни о чем париться. Все, Господь Иисус, Он все усмотрит, все там. Никогда не предаст, не оставит. Нам хочется иметь таких друзей. Аминь. Нам хочется иметь жен таких верных. Нам хочется иметь, ну, таких служителей, пастора, чтобы никогда не бросил там, никогда не оставил церковь. Никогда. Никогда, чтобы всегда все лидеры и все служители, которые служат в любом служении, нам хочется, чтобы они всегда были верными. И нам хочется, и мы бы избрали. Я думаю, что все избрали бы Иисуса. Но вот здесь написано, что не мы избрали Его, не вы меня избрали, а Я вас избрал. И поставил вас. Иисус говорит, Я вас избрал. Представляете, нас Иисус избрал. Он избрал меня, Он избрал тебя, Он избрал нас. Вот таких вот, которым нельзя ничего было доверять. Он нас избрал. Мы избраны. Мы избраны Иисусом. Он нас избрал, Он нас избирает. Драгоценные. И знаете, и, то есть, ну, другими словами, мы ничего не сделали такого, чтобы стать друзьями Иисуса. Он нас избрал. Он нас выбирает и избирает. И знаете, и дальше говорится о том, что, ну, здесь конкретно о дружбе написано, да, но, знаете как, я бы, я бы это бы отнес бы вообще в принципе к нашей жизни, к любой сфере жизни. Я бы отнес это вот к любым отношениям, к любым отношениям. И давайте прочитаем с 10 главы, ой, с 10 стиха, 15 глава. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви, сие сказал вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие заповедь моя, да любите друг друга». Драгоценные. Здесь Он говорит, да любите друг друга. Он говорит нам, вот, говорит, ну, друг друга, друг друга. Об отношениях Он говорит, любите друг друга. У нас сразу вопрос такой, а как любить? Как? Как любить друг друга? А дальше Он отвечает, Иисус, сразу Он отвечает, Он отвечает на вопрос. Да любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Как и Я возлюбил вас. Любите друг друга. А как ты нас возлюбил? Сразу, да, вопрос. То есть у нас же много вопросов. А как ты нас возлюбил? 13 стих. Нет больше той любви. Вот смотрите, как я вас возлюбил. Нет больше той любви. Как если кто положит душу свою за друзей своих. Как только душу свою положит за друзей своих. Драгоценное, вот это, знаете, как высший уровень вообще отношений. Положить душу свою за друзей своих. Иисус Христос, и Он показал это, Он не просто на словах это все, знаете, сказанул такой и все. Но вы как-нибудь сами там. И мы дальше видим, что Иисус Христос, Он в принципе, Он находясь в общении со своими учениками, находясь вот в этом пребывании, в служении, пока Он был на земле, служил, да, воплоти. Мы видим, что Он показал это все. И Он показал это до конца. Он показал это и дошел до конца весь этот путь. То есть, Он нам отвечает, нет больше той любви, как только положить душу свою за друзей своих. И смотрите, драгоценное, здесь Он говорит о том, что основание дружбы – любовь. Основание дружбы – любовь. Основание семейных отношений – любовь. Основание служения Господу, Иисусу, Христу, здесь, миссия – это любовь. Это не просто там наши, там обещаю все, слово пацана держу, Господь, буду теперь служить тебе. Нет, это любовь драгоценная. Это любовь. Это, знаете, как даже если мы вспомним об этом фильме «Белое солнце пустыни», когда там Саид спас его, да, там Сухов из пустыни. Одна головешка торчала. Ну, как бы там чувство долга, там, ну, и вспомните, Саида, он всегда в напряге был такой. Куда деваться, сейчас надо, придется. Ну, придется ходить за тобой, ну, что делаешь? Что делать? Ну, извини, ну, вот, буду с тобой теперь, терпи меня. То есть, знаете, такое вот, на такой, знаете, на проваде теперь буду с тобой. Нет, основание нашего хождения с Иисусом – это любовь. Это любовь, драгоценная. Это любовь. Нет больше той любви, как кто положит душу свою за друзей своих, драгоценные, друзья, друзья. Он не говорит там за своих, там, за друзей своих. И дальше он говорит, называет нас, вы друзья мои. Вы друзья мои. Вы друзья мои. Если исполняете заповеди мои. То, что я заповедую вам о любви, он говорит, драгоценный. О любви. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца моего. Он даст вам сие заповедую вам, да любите друг друга. То есть он говорит здесь в этих нескольких стихах о любви, об отношениях, о дружбе. Во-первых, он говорит об отношениях, он не говорит о форме, о какой-то формальности. Знаете, все, мы друзья с тобой, вот теперь, но мы не знаем друг друга, мы не, ну, у нас нету отношений с тобой, он не говорит об этом. Он говорит о том, что, ну, это отношения. Это отношения. Дружба – это отношения. Иисус Христос, он говорит нам об отношениях на протяжении всего Писания, и мы читаем это. И он говорит нам, драгоценный. И, знаете, дружба, она очень часто, я помню, в детстве у нас как было, у нас, ну, такая дружба была интересная с ребятами. Были такие ребята, которые, ну, которые, знаете, они такие добродушные, доброжелательные такие, такие вот вот всегда, всегда открыты. Но, с другой стороны, очень часто было, что, ну, как бы нету какого-то взаимности, нету. Нету какого-то, знаете, как, да-да, ты классный, ты, ну, ты друг наш, да, спасибо тебе, ты друг, ты хороший, деньги есть, все классно, у тебя там пока что-то можно от тебя получить, да, классно. Я всегда, знаете, как проецирую вот эти моменты, то же самое мы иногда. Господь, да, классно, все круто. Я прихожу, здесь столько классных сестер в церкви, столько братьев, ребят хороших, можно замуж там, жениться можно. Да, вот сейчас пока, как только ты что-то получаешь, все, нету. Как только ты получаешь что-то, тебя нету, все, спасибо, друг, аллилуйя, слава Богу, все, я пошел, я что-то получил. Нет, драгоценные, дружба, это всегда, знаете, как, это что-то взаимное, это взаимные взаимоотношения, дружба. И Господь, Он хочет с нами дружить, Он говорит, я избираю тебя, чтобы дружить со мной, с собой, я избираю тебя, чтобы с тобой иметь взаимоотношения, вот такие крепкие, основанные на любви, основанные, знаешь, на готовности пожертвовать собой, отдать себя за друга своего. Я избираю тебя для таких взаимоотношений, Господь, Он говорит. И Он говорит, знаете, и Он говорит о том, что, ну, чтобы от нас тоже было, чтобы от нас была верность, знаете, как отношения вообще, ну, верность, это такое качество, которое, оно нужно во всем, даже, ну, в дружбе, в семье, оно на все, во всем. Если ты называешь себя другом, но ты неверный, значит, твоей дружбе грош цена. Если мы называем себя Господь, мы любим тебя, но у тебя нет уверенности, грош цена этой любви, драгоценной. Грош цена. Дружба с Господом, знаете, как, то есть, как мне дружить? Посмотри на Иисуса, как Он дружит. Он пожертвовал собой, Он отдал себя. Аминь? Он отдал себя. Значит, Господь, ну, нам тоже надо пожертвовать собой. Отдайте, в этом Писании написано. Принесите тела ваши в жертву живую угодно. Аминь. Как? Как Господь нам любить? Как нам, ну, вот, любить? Как нам иметь дружбу? Прощай. Прощайте. Как нам, Господь, ну, вот, служить? Как? Как вот вообще вот относиться к таким людям, которые обижают Меня? Прощайте. Иисус нам дает, Он говорит, как и Я возлюбил вас. То есть, Он дает нам, знаете, такой отвес отношений. Отвес отношений. Мы не знаем, как построить ровный угол, но мы берем отвес, и мы ставим, и мы видим, что это, что за отношения. Как их строить? Как их развивать? Как иметь эти отношения драгоценные? И знаете, мы видим в Писании, мы видим, как Господь, Он дошел, ну, путь до конца за нас. Вот этот голговский путь до конца. Он прошел этот путь до конца, и, знаете, как, Он прощал, Он шел, и Он прощал. Тех, кто обижали, тех, кто предавали Его. Он шел этим голговским путем до креста, и Он, знаете, как, Он терпел. Очень часто, ну, долготерпение. Знаете, вот в этих отношениях, в этой любви, в этих отношениях дружбы, все есть. Все, что Господь хочет нам дать и видеть от нас. Это верность, это дружба. Это долготерпение, это жертвенность, это прощение. Это до конца драгоценное. Это когда ты готов. Знаете, как... Господь, я посвящаю себя Тебе, мы очень часто, знаете, поем песни эти. Мы говорим, там, Господь, да, я там, я живу для Тебя. Я хочу быть с Тобою до конца. Возьми меня как глину, там, да, мы часто такие вещи говорим, провозглашаем. А Господь говорит, надо умереть для себя. Настоящее отношение с Господом, это умереть для себя. А что такое умереть для себя? Что такое умереть для себя? Это быть готовым сказать Богу, да, Господь, да. Мы говорим об этой миссии постоянно, да. Я, Господь, люблю Тебя, но пожертвуй собой. Хотя бы сделай вот то, что я Тебе говорю, давай хотя бы на миссии. Давай хотя бы там в табор, в хостел, в хоспис, в хостел, сказал. Давай хотя бы, давай. То есть любить Бога, вот эти взаимоотношения, это взаимная жертва, жертвенность. Он пожертвовал собой, он говорит, ну давай-то тоже пожертвуй. Знаете, как получается, что какая-то игра в одни ворота. Господь тут для нас все делает, распинается. Все делает. Он не осуждает драгоценное. Господь, Он хочет, чтобы дружба, она не была, знаете, такой вот, ну, когда тебя заставляют, это не дружба. Представляете? Ты ходишь, у тебя какие-то отношения есть с человеком, а ты его просто ненавидишь, терпеть его не можешь. Ты там находишься там со своей женой, то есть, или ты ходишь в церковь, а тебе напряг вообще там, ай, опять. Вот в воскресенье это придется идти, че я же уже друг. Нет, это взаимная жертвенность драгоценная. Это когда Христос, Он за нас умер, но и мы должны умереть за Христа. Аминь. Это взаимоотношение. Он себя полностью посвятил. Он себя полностью на сто процентов посвятил, на сто процентов отдал себя драгоценной. Мы не видим, что Он половинчато отдал себя за нас. Мы не видим, что Он повисел на кресте. Ну все, ребят, хватит, достаточно, я пошел. Отряхнулся и пошел. Нет, Он полностью до смерти, до конца, до воскресенья, до конца Он отдал себя. Полностью посвятил нас драгоценной. И Он хочет взаимности, чтобы наши отношения с Ним, они были такими же. Полностью посвятить себя Христу. Полностью отдать себя для Него. Полностью. Аминь. Полностью свое сердце отдать для Него. Открыть для Него. Господь, вот мое сердце, вот я, возьми меня. Вот, возьми, в каждую сферу жизни войди. Не просто так, да, там, Господь. Только здесь и все. Вот тебе красная лента, красная линия, как сейчас, да, там, в политике говорится. Да, все, красная линия, не пересекать красные линии. То есть, это моя территория, сюда нельзя заходить. Не драгоценная. Это не тот уровень взаимоотношений, который хочет Господь. Аминь. Он хочет стопроцентного посвящения от нас. Как и Он посвятил нас. Как я возлюбил вас. Я умер за вас. Как я возлюбил вас. Я полностью отдал себя за вас. Аминь. И я просто, знаете как, дорогие, я благословляю вас, чтобы у нас были такие отношения, чтобы в нашей церкви были такие отношения. Если ты сейчас слышишь, и ты видишь, что у тебя, ну, знаете, как нету этого, что у тебя, ну, твое христианство, оно вот, как бы, вся огорожена красными линиями, надо просто, надо покаяться, надо сказать, Господь, вот я. Возьми меня полностью. Открываюсь для тебя. Возьми меня полностью. Используй меня полностью. Возьми тело мое в жертву живую угодно. Возьми для служения тебе во имя Иисуса. Аминь. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас!